Всем привет! Так или иначе, стреляя из того или иного вида оружия, хочется, в общем-то, точно знать дистанцию, чтобы стрелять точнее. Понятное дело, можно стрелять, меряя дистанцию шагами, но это, в общем-то, все не так здорово и точно. Поэтому, в общем-то, рекомендую к приобретению дальномер. Если вы стреляете там у себя на участке и крайне редко меняете точки, бла-бла-бла-бла-бла-бла, то можно обойтись там достаточно простыми дальномерами, без угла, без ничего, который просто меряет дистанцию и все. Но, если вы хотите охотиться с луком, если вы хотите охотиться с огнестрелом, то вам нужно уже более, скажем так, серьезные приспособления. В первую очередь, что я рекомендую, чтобы там была обязательно подсветка марки, то есть, когда вы, допустим, мерите дистанцию до того же самого кабана в темное время суток, если у вас нет подсветки марки, то вы увидите черное на черном в темное время суток, вы, проще говоря, ничего не увидите. Если зимой еще как-то можно там промерить дистанцию под зверем в снег и хоть что-то увидеть на снегу, то если снега нет или протоптан снег, вы, в общем-то, окажетесь с неизвестными данными. Да, можно и заранее промерить дистанцию, но это все, в общем-то, не так суперудобно, как дальномер с подсветкой марки. Я себе выбрал Хауки Эндуранс. Выбрал я его не потому, что это какой-то там супер-пупер дальномер, а в первую очередь я его выбирал по цене всего в 250 долларов. А второе, из-за чего я его выбирал, это из-за того, что здесь есть угол, подсветка марки и есть режим типа зверя в кустах. Давайте по порядку. В первую очередь, дальномер вполне компактный, никакой он там не огромный, как бывает. Там, знаете, лейки вот такие вот огромные бывают или цейсы бывают огромные из старых дальномеров. Сейчас это, скажем так, наверное, уже золотой стандарт размера, поэтому, в общем-то, тут он из ряда вон не выбивается. Оптика очень хорошая, компания Хауки делает прицелы и ребята в оптике шарят. Это газонаполненная оптика, то есть запотевание изнутри здесь тоже не сильно грозит. Далее, что касается его функционала. Шесть уровней подсветки марки. То есть вы хоть в солнечный день, хоть в темное время суток, вам будет абсолютно комфортно им пользоваться. Настраивается достаточно легко и быстро. Несколько раз нажимаете на кнопку мод и потом настраиваете яркость марки. Далее, здесь есть режим измерения просто угла, то есть показывает вам дистанцию по прямой от вас до цели и показывает угол. Либо же второй вариант это измерение дистанции от вас до цели и показывает вам вторую дистанцию по прямой по земле. Вот, это тоже достаточно удобно. Я использую, соответственно, второй режим. Есть режим тумана, точнее дождя, чтобы он не реагировал на капли дождя и не сбоил лазер. И есть режим зверь в кустах. Это если зверь находится от вас далее, чем 30 ярдов, он будет не реагировать на кусты. То есть он будет пробивать дистанцию именно до, скажем так, крупного объекта. Далее, что еще в этом дальномере мне понравилось. Бывают дальномеры с другими типами лазеров измерительных, что они не всегда хорошо реагируют на темное. То есть у меня вот был дешевый китайский дальномер, он не реагировал вообще на темное. И если я мерил дистанцию до того же самого кабана, он просто ее не мерил. Он фейл-фейл и все, и дистанцию мне не писал. Вот, этот дальномер прекрасно работает по черному. И, в общем, это тоже для меня является плюсом. Поэтому проверяйте, кстати, обязательно свои дальномеры, работают ли они по черному. Далее, что у него в комплекте? В комплекте у него, понятное дело, идет батарейка CR-2, 3-х вольтовая. И в комплекте у него идет вот такая сумочка. Сумочка не очень удобная, когда вы используете дальномер на пристрелке дистанции. То есть вы вешаете его на пояс, идете с ним, и его отсюда очень неудобно доставать. Сумочка все время играет, и, в общем-то, это все не так здорово. В отличие от вот такой сумки, например, которая у меня на Nikon, она вешается на пояс, открывается, это заправляется за ремень, и вам очень удобно доставать отсюда и убирать дальномер, и вам это никак не мешает. Но, опять же, вот эту сумку можно повесить только на пояс, а, допустим, на край кармана нельзя. В итоге я для этого дальномера доработал, что называется, напильником, и сделал вот такую клипсу. Клипса позволяет вешать дальномер на карман, на ремень или еще куда-то, беззвучно его снимать, и, в общем-то, очень им комфортно пользоваться. Она является для правши, то есть она снаружи, и она мне никак не мешает. Если, в общем, оставлю модель, ссылку на Fingivers, где можно скачать эту модель и самому распечатать, оставлю в описании видео. Если вы приобретете подобный дальномер в таком форм-факторе, то есть именно Hauke Endurance, либо 1000, либо 700, либо там 400 и так далее, то эта штука к вам подойдет. Вот, очень рекомендую. Никаких дырок дополнительных сверлить не надо, она просто защелкивается, держится очень хорошо. То есть со штанов она у вас не упадет, не отскочит клипса. В общем-то, тут все продумано. Вот, в целом, как-то так. Если вы хотите стрелять точнее, хотите стрелять удобнее, то обязательно, конечно же, покупайте себе дальномеры. И выбирайте более-менее хорошие дальномеры. И если вы хотите впоследствии охотиться этим дальномером, то крайне рекомендую сразу взять дальномер с подсветкой марки и углом, потому что вещь достаточно важная. Все, всех обнял, ушел.